Российская пропаганда становится настолько топорной, что порой ее даже забавно изучать в контексте того, как не нужно тиражировать фейки. Кремль настолько хочет выставить Украину в неприглядном свете, что начинает раскручивать такую информационную ересь, в которую может поверить только уж совсем потерянный Ваня с Рязани. Последней информационной бомбой, которую Кремль попытался выдать за чистую монету, является новость, что Россия решила заняться эвакуацией украинцев из Афганистана. Основной пропагандистский посыл новости заключается в том, что Украина якобы не способна эвакуировать своих граждан из Кабула, поэтому на помощь пришла Россия. Московские СМИ растиражировали информацию, что из Ульяновска должны были вылететь четыре самолета, слетать в Кабул и триумфально вернуться. Единственное, чего не указали в новости, так это кого они собрались забирать из Афганистана. Дело в том, что украинский МИД, который отвечает за наших граждан за границей, официально заявил, что с просьбами о помощи к Балалайне не обращался. Но кого это волнует на России, если там решили помочь? К печали российских пропагандистов, украинцев, которые бы возжелали лететь с запоребриковыми самолетами в Афганистане, не оказалось. Точнее, они якобы были, но на рейс просто не явились. Чтобы оправдать свой информационный провал, на России тут же принялись говорить, что украинцы настолько запуганы разгулом нацизма в Украине, что решили остаться на милость талибов. Хотя версия про то, что лучше остаться с талибами, чем эвакуироваться российскими самолетами, кажется более правдоподобной. Дело в том, что для кремлевской пропаганды данная новость – это эпичный фейл. Получается, что для российских самолетов не нашлось даже каких-то фейковых украинцев, которых можно было картинно эвакуировать, а потом состряпать с ними сюжет о том, как их бросила родина. А Россия героически помогла бежать от талибов. Хотя, возможно, нечто подобное еще всплывет в информационном поле, и мы увидим мальчиков в трусиках, которых Россия под шквальным огнем талибов эвакуировала из Афганистана. К чему это все? Да к тому, что ажиотаж вокруг событий в Афганистане продолжается, и российские СМИ будут раскручивать это на полную, традиционно в искривленной реальности. То, что происходит в Афгане, нельзя ни проверить, ни опровергнуть. Поэтому возможностей для манипуляции масса. Все исходящие из России новости в отношении Афганистана нужно воспринимать не иначе, как чистый фейк. Начиная с нарратива о проигрыше США и брошенной на произвол судьбы стране, до подобных новостей про спасение. Украина вполне справляется с эвакуацией своими силами, и проблемой сейчас является не столько возможность вывести граждан из Афганистана, сколько их возможность добраться до аэропорта Кабула через страну, погрузившуюся в хаос. А вот что действительно любопытно, так это то, что Афганистан при талибах оказался не таким уж и безопасным для россиян, как они об этом рассказывают. Оказывается, что несмотря на гарантии Талибана, российские дипломаты, поджав хвосты, ретировались из Кабула. Как и прогнозировалось, московиты также получают от нового режима, и дружба между Москвой и талибами не такая и крепкая. Возможно, скоро мы увидим подлинные кадры массовой эвакуации россиян. Для них Афганистан опасен не меньше, чем для всех остальных. Хотя бабы еще нарожают.